Джей молчаливый Боб. Кто из вас что-то по вам не скажет, кто молчаливый? Какая любимая модель? Слушай, ну наверно восьмерки. Центральный рынок. Не, у нас этот был сибиряк, помнишь? И вот я прям помню, мы заходили и мне говорят, а что, на тебе хорошо смотрится. Я говорю, да я не хочу это носить. Я говорю, да ты только примеришь все эти. На зиму Аляску надо. Короче, нужно написать, как бы вы думали, назывался наш новый совместный трек с Симми. Всем привет, с вами Майдет и видеоблог магазина Сникер Хэд. Сегодня у нас Сникер Шоппинг и в гостях у нас Симми и Майо. Здарова, парни. Это Сникер Хэд, это сникер с головами. Сидим будем сейчас это. Кушать сникерс. Нас будут грузить, да, мы будем кушать сникерс. С вами Жека Баунти и Михаил Павлович Терентьев. Ты ошибся номером, друг. Погнали. Так, у нас набралось пара вопросов от нас и будет еще такой легкий блиц. От полиции, да? От нас нет, блиц от полиции. Я, кстати, бывший сотрудник. Уходим. Смотрите, такой первый вопрос у нас созрел. Когда первый раз поняли, что вы популярны? Или не поняли еще? И в чем проявилось понимание, что я вот звезда? Блин, мне кажется банально, знаешь, из каких вещей. Идешь по улице, где ребята подходят и реально хотят сфоткаться. Но когда уже это количество, ну, типа, именно возьмем вот в среднем, типа, в Москве, например, в центре ты идешь за прогулочку, если как минимум вот не раз там сфоткались, а вот, например, разика два сфоткались. Или хотя бы там раз, два, три увидел такой взгляд, что вот тогда, короче, уже приходит. То есть не в бабках, не в кэше это у вас, да? Не, не, не. Больше, наверное, вот признание. Ну, бабки, да, уже как данность воспринимаются, потому что мы же их заработали. Ну, да. Честно. Или не просто так же. Ну, то есть, грубо говоря, я вот представляю, что если бы даже я был каким-то лютым бизнесменом, то мне бы как будто это меньше давало кайфа, чем вот именно признание. Ну, да. Ну, слава именно. Ну, слава в том плане, что... Мэрил Лоу, если. Бэм Броу. Только если. Ну, короче, не, наверное, все-таки вот в ощущении себя значимым, типа, короче. Музыкальницей. Да, да. Как сильной творческой единицей вот тогда как-то это. И чувствуется. Ну, или, наверное, такой момент, когда мы только-только приехали в Москву, мы работали с Темой на студии у нас на Мелани, вот, чтобы хоть какие-то деньги иметь. Ну, и в конечном итоге невозможно уже стало работать, потому что чуваки просто приходили с нами время провести, посидеть. То есть это... Я даже не записываться пришел, я так пообщаться. Да, да, да. Что-то, а скажи, как это делать, и мы такие уже, ну, понятно. А вы давно дружите, да? Ну, не супер давно. Не супер давно, но близко очень. Да, да. Круто. Мне кажется... Не, по-моему, видно, вы такие. У вас шпага пара. Да. Четыре-пять, может, четыре, наверное. Джей молчаливый Боб. Да, 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 да. Кто из вас что-то по-моему не скажет, кто за молчаливый? Вы два Джея скорее. Да, два критящих. Критящий Боб такой. Так, давайте тогда дальше. Тогда каждому такой вопрос. Назовите три рэпера, которых вы посоветовали бы послушать сейчас. Можно за все время. Ну, по одному каждый, и один какой-нибудь. Нет, нет, три. Каждый. 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 Не получилось. Но я одного назову, я думаю, что Лил Яти. По-любому нужно, да, послушать. Если, допустим, чуваки, которые любят рэпчик, которые любят американский рэпчик и каким-то образом... С красными бусами, да? Да, 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 да. Вот. Сейчас уже с черными, по-моему, обратно. Да, и каким-то образом его не ослышали. Советую послушать, потому что это очень молодой, разноплановый чувак, который делает музыку в абсолютно разных стилях. Вот сейчас на Детройт запрыгнул, то есть там с чуваками с Рио Дайан Коуджи. Выпустил фильм, как он с ними в Детройте, в Мичигане записывает музон. Короче... Да, по-моему, на Нетфликсе, да, выходил фильм? Какой-то платформе большой. Не-не-не, это на Ютубчике, это у Трависа на Нетфликсе выходил. А, у Трависа. Да-да-да. Да, по-моему, да. Вот, Lil Yati. Давай ты следующий. Короче, я считаю, что это Дрейк, потому что тоже вот с Лехой соглашусь в этом плане, что очень разноплановый артист, то есть может и такой пожестче поделать музон, может и попеть, то есть все вообще умеет и большая огромная дискография, с которой можно, ну, для себя что-то вот подчеркнуть, ну, то есть послушал, такой вдохновился чем-то там, ну, прям очень много всего. Так что мне кажется, что Дрейка надо реально послушать и не только новое, что выходит, но еще и... Мне он нравился времен Янг Мани, когда еще там, вот тогда был клевок, сейчас я не знаю, я не знаю. Ну, на вкус и цвет, сейчас как бы я до сих пор считаю, что реально Гоуд и Козлиный еще тот, короче. Да-да-да, то есть сейчас он уже прям вообще такого уровня, что, ну, очень высоко. Ну, такой, да, мне кажется, второй после Кани можно сказать. Ну, да-да, ну, кто-то для кого-то второй после Кани, для кого-то перед Кани, знаешь, типа. Ну, в разуме, в чем, да-да-да, тут, конечно, вообще делал курсы. Кроссовки он так делать не научился. Ну, да, в плане перформансов тоже Гоуд и Каня. А третий, если общий у вас кто-то? Блин, ну, я бы еще вот от себя выдвинул группу, моя любимая группа, олдскульный музончик, золотая эра хип-хоп, это вот Энк Лэн. Да-да-да. Потому что я считаю, что чуваки просто сделали переворот, потому что вообще до них не было таких чуваков, когда влетает группа из девяти человек грязных, Хэмси, один Олдибич его стоит. Ну, да-да. Красавчик Мэттед Мэн или продюсер Риза, да, и когда они из этого выводят просто какой-то новый абсолютно стиль, когда до этого был только гэнгста-рэп, либо олдскул, рэпак, там, Ранди Эмси и так далее. Просто ребята залетают и на Тайгер-стайле начинают разносить. Ну, там еще наследие столько альбомов. Ну, да, конечно. Каждый Эмси очень крутой. Вот, ну и плюс... Прямо дней самых влиятельных. Да, ровно половина Эмси как-то раскрылись полностью. Мэттед Мэн снимается в фильмах, там, такие чуваки, как Редмен, к ним, которые примыкали тоже... Один сериал часто. Да-да-да-да. Да, короче, блин, мне кажется, реально, вот... Культовая губа. Учитывая степень влияния на всю индустрию, мне кажется, что все-таки я соглашусь. Вот, и очень много нового музла, очень много трэпчиков, фосфудного музла. И вот до сих пор слушаю, вот, Тань, все переслушал, все, что можно, все еще закатываю. Вы одни из немногих рэперов, кто сюда пришли и не называют имена, там, Young Tricks, 100-500, послушайте его, который чувак... Вы назвали нормальных, крутых, олдовых чуваков, то есть, ну, вы выросли, значит, на них. Ну, да, конечно. И понимание в хип-хопе есть, мало есть, здорово. Основной, вот, кого надо обязательно послушать, чтобы было какой-то вот фундамент в голове. Цельное видение вообще. Да, есть, конечно, можно углубляться, конкретизировать. Куча артистов есть всяких разных и новых, которые появляются каждый день вообще. Вот, ну, просто как будто бы, вот, если вопрос, три таких лучших и, как бы, вот, таких прям успешных, влиятельных, то вот, я думаю, что вот они, наверное... Можно и больше назвать, конечно. Конечно, можно бесконечно назвать. Еще время, и мы можем перечислять. Хип-хоп-музыка номер один сейчас, можно перечислять за каждый год, выбирать лучших трех, поэтому... Конечно, конечно. Ну, классный выбор. Так, вас поддерживает какой-то бренд, и какой бренд у вас любимый вообще? Давайте лучше, какой у вас любимый бренд? Ну, любимый бренд, наверное, вообще Nike. Все ответвления, то есть, жорики, там, не знаю, серии вообще. Nike Golf, вот это, да, Террица? Тоже, да, закатывает. А вот, бутсы, Nike очень нравится. Да, это футболцы, например, куриалки. Ну, короче, свуш, да, как я понимаю, свуш. Да, да, по-любому свуш. Сотрудничайте с кем-то из брендов. Ну, вообще, Nike, да, нам подкидывает. Подкидывает, что? Четверки подогнали, да? Я только хотел сказать такие. Вот, такие дела. Ну, и как-то с детства, вот лично, я еще до того момента, когда не было денег в кармане, когда с холодных улиц в Тюмени мы только поднимались, все время лазил по ebay, даже с какой-то стороны английский язык подтянул этим способом, смотрел Jordan, разбирался, там прям просто нравилась. Ты фанат, короче, такой. Да, я фанатик Jordan. Круто, круто. Какая любимая модель? Слушай, ну, наверное, восьмерки. Восьмерки, аква. Да, наверное, из всех восьмерки. Ну, аква, да, ну, вот у меня самих аква нет, у меня есть инвертированные женские, которые, вот. И по удобству как-то, наверное, все-таки восьмерочки. Вообще самый топчий. Четверки, как, на ноге смотрятся тоже. Пятерки. Хороший, а у тебя? Возьми. Если любимая модель. Блин, я на самом деле вообще не в шмотках. Не такой фанатик. Да, нету-то прям, как, например, вот у Лехи. Леха вообще кайфует. Прям люто. А у меня как-то, ну, просто понравилось. Я такой раз. Вот, как правило, в плане батафордов своих, так сказать, я гоняю вот больше всего в Найке. Ну, как правило, не потому, что там у нас какой-то контракт или еще что-то. Ну, просто реально нравится как-то. Как будто самые, ну, приятные глаза, не знаю. Может, это, конечно, влияние окружающей среды, что все ходят в Найках. Плюс маркетинг, конечно. Ну, да, я такой, так, мне тоже, ой, эти рэперы ходят в Найк там, типа. Вот, но вот с точки зрения вот нижней части, так сказать, ног, вот, как правило, это, я думаю, что вот Найк либо Джордан. Ну, понятно, понятно. Все поквать, все поквать, как у рэпер. Конечно, есть какие-то такие, типа, ну, приколясут. Например, у меня есть кроссы там Амири, есть кроссы Луи Витон. Марджелики, да, ЛВ, типа, но... Ну, это больше такое сценическое, наверное. Ну, да. Ну, да, вот их даже, вот, знаешь, как будто вот, кроме как на сцену, куда-то боишься, это... Боишься. 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 Боишься, ты скоро привыкнешь. Это кроссовки страха, знаешь, их одеваешь, не наступайте, не подходите ко мне. Это с богатением всегда так. Ты скоро привыкнешь. Ну, короче, я думаю, что это все-таки Ники. Все, Ника. Отдаем предпочтение Ники. Хорошо, какие... Можете вспомнить свои первые кроссы, которые были? У меня были мои первые хип-поп-кроссы, которые я купил в стоке, в Adidas. У нас был большой сток Adidas Reebok, Adidas Forum Meet, белый и синий. Forum Meet, они сейчас возвращаются. Они сейчас, да, да, кстати, возвращаются. Это было, слушай, ну, вот мне сейчас 26 лет, ну, лет, наверное, 14 назад. Ну, да, это такое время, когда только начинаешь сам у себя осознавать, сам себе что-то покупать, сам выбирать одежду. Ну, и плюс полторашка в стоке. Ну, да, помните же, да, все это время, когда тебя одевали родители. Да, да, да. И когда ты понял, я не хочу это одевать, надевать, точнее. Меня еще прям на рынок приводили. Центральный рынок. Нет, у нас этот был Сибиряк, помнишь? Яркий Сибиряк. И вот я прям помню, мы заходили, и мне говорят, а что, на тебя хорошо смотрят? Яркий Сибиряк магазин. Я говорю, да я не хочу это носить. Я говорю, да ты только примери все это. Надо, на зиму Аляску надо. Да, да, да. Ты только примеряешь, ты уже выходишь в этот магазин. Тебе уже все, тебе уже вообще ничего не нравится. Бывает еще, там где-нибудь, Гриша, а где переодевалка? Тебе говорят, а зачем тебе? Что ты кого-то стесняешься, что ли? Ой, что мы там не видели? Ну, и мы тебя закроем, это, что ли, как это, с полотенцем тебя каким-то, и все. Еще вот этот кисляк, ты в этой новой одежде кисляк, идешь недовольный. Блин, у меня вообще были первые кроссы какие-то, типа Асикс, вот, типа Асикс или Демикс. Это неплохо, это неплохо. Вот, гейлайт вообще. Гейлайт вот хорошо. Ну, конечно, до этого тоже были какие-то кроссы, но в основном раньше это были абсолютно какие-то небрендовые кроссы, то есть это в Спортмастере какие-то вот по типу Соломона, вот по типу Соломона, но причем, причем, видимо, какая-то вот прям, ну, прям дешевая коллекция, что там нету прям. Нет, нет, Соломон, мы заявляем, Соломон нормальный, кстати, бренд. Нет, нет, ну, это сейчас, это, может, сейчас, типа, а вот на когда давно было, это еще все в Спортмастере было, вот кому Соломон, вот как будто вот недавно какие-то выпустили кросс, но не то, что прям недавно, вот был какой-то момент, они выпустили какие-то кросс такие прям футуристичные. Они выпустили с Борис Бижаном коллекцию, она вот довольно вот хорошо прям у них было, и вот после этого как-то все началось, но тогда вот казалось, что, короче, вот первые кроссы были по типу таких каких-то, Спортмастер, Тайфи. Да, раньше была мода, в школу всегда ходили в брюках, и все пацаны занимались футболом, футбольных этих, манежках мы их назвали. Сороконожки, манежки, короче. Да, да, вот у нас, как правило, большинство ходило в найковских, в Меркуриал такие были. Одинного, в адидасах в черных ходили, или адидас плюсов в 50-х. Да, в 50-х все были, да, у меня были в 50-х. У вас не плохие познания по этим, моделям футбольные обуви. Да, да, конечно, у нас вообще прям был прикол, что типа многих не пускали в школу, прямо на входе, охранник там или кто-нибудь разворачивал, выходили, но при этом там наш класс был почти все в них. То есть многие приходили специально в школу там в обычных туфлях, но потом так смотрели, никого нету, раз и переодевались обратно в эти. По кроссовкам мы поняли, теперь давайте по одежде. Вот есть в вашем гардеробе три главных бренда на сегодняшний момент? Именно не вещи, а три главных бренда, которые покупаете. Я знаю, ты Амири любишь. Да, ну у меня типа на самом деле всего две вещи, так что не супер много вот. Амири просто мне нравится тем, что во-первых такая, ну сейчас уже не знаю, насколько актуально, потому что уже чуть под прошло время, но просто молодой дизайнер как-то так ворвался. И я больше от Амири, конечно, джинсики нравятся. Узенькие. Да, 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 да. Вот, но не знаю, вот если у меня спросить, какой вещи у меня больше всего, например, в гардеробе, то, наверное, первое, это, наверное, все-таки Nike. Даже, ну, несмотря на то, что больше речь идет о кроссовках, но вот у меня много всяких вот таких спортивных, вот, например, спортивки на мне сейчас Nike. Так, фиг, босятся, босятся. Да, вот, как правило, штанов много всяких Nike. То есть много очень таких вещей, которые не повседневные, а как это назвать. Короче, их совсем можно, универсальные, вот. Их вообще можно совсем и с более таким спортивным стилем, и с более каким-то даже строгим, я не знаю, как-то пофиг вообще это. Это вы только босики умеете. Не знаю, спортивки можно на строге, но, в принципе... Ну, я, конечно, не пиджак, а спортивки там. Там что, нормально было? Не, ну, конечно, по-любому когда-то будет такая темка. Вот, но я не знаю. Что это сап-уроки, мне кажется, одеть, и все полетит. У тебя вот какое есть, например, бренды? Ну, не знаю, у меня по-любому на первом месте Nike, потому что все расходники там из разряда носки банально, какие-нибудь подштанники, это Nike по-любому, да. Вот, ну, на втором месте, наверное, вот за последнее время Монклер мне очень сильно закатил, понравился, потому что, во-первых, да, я пуховичок себе взял, и это вот выглядит прям как типичная курточка артиста, должен быть Монклер. Плюс еще Темыч мне подарил наднюху коллаб, короче, ремень, вот, ну, кстати, на мне Аликс и Монклер, да, очень тоже прикольный. Потом еще шапочку. Ну, а, Стон мне очень сильно нравится, вот у меня на самом деле Стоника хуй да нихуй, вот, ну, тоже всегда нравился, как выглядит. Но там с ценником так особо не разойдешься. Ну, да, ну, так же, как и Монклер, но так можно иногда себя побаловать. Вот я себе так перчаточки Стон купил, ну, и понял, что реально крутая технологичная. Ну, в основном это все такое более универсальное, более такое повседневное. Да, 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 да. То есть больше такая история. Потому что вы не из истории Егора Криды, который любит там Fear of God за миллион одеть на себя. Я не знаю, я вот эти все фирогамматы дизайнер. И выглядело плохо. Когда все в этих монограммах, когда как-то усеяно, это как-то как будто смотрите на мне миллиард, типа, вот из этого разряда. Мне кажется, человек должен стильно выглядеть. Да, да, как будто есть четкая граница между стильно и брендово одеваться. Я не считаю, что это взаимно как бы исключает, но зачастую это бывает действительно плохо. Да, бывает просто, что как будто в самом луке человека виднеется вот эта штука, что человек как будто иногда надевает вещи, которые именно брендовые, чтобы вот показать мне изговоры. При этом, да, он думает, что это стильно вроде, типа, ой, бля, это Дольче Габбано. Или думает, что стильно это надеть на себя Дольче Габбано. Мне кажется, что он не думает этот момент. Вот человек, который так выглядит, он просто тратит бабки. Поэтому он так и выглядит, он не думает. Да, я думаю, что ты прав, все-таки. Я не знаю. Здорово, здорово. Клево. У нас, в принципе, остались блиц-вопросы. Ну и самый главный, наверное, вопрос от нас. Какие планы 2022-й? Я знаю, что у вас проблемы с ковидной обстановкой и с концертами. Это по любому случаю бьет артисту как и по карману, так и вообще, типа, артист должен питаться от своей, как бы, аудитории, должен постоянно выступать. И как вы с этим справлялись, вот, пандемию, и какие планы в 2022-м? Потому что вроде послабление. Что ждать? Ну, вот у нас начался тур. Буквально три или четыре города мы проехали. Дали там три-четыре концерта, и все к нам подходит. Наш директор говорит, все, ребята, сматываем удочки. Да, мы домой, короче, из-за как раз ситуации пандемии. Рыбалка закончилась. Рыбалка закончилась, да. Большой ясь не пойман. Вот, и в конечном итоге у нас должен был тур вот опять начаться в феврале, опять он закончился. Ну, мы все пытаемся как-то воспринимать с позитивной стороны. Мы вот с Темычем сейчас усиленно занимаемся записью нашего альбома совместно во второй части с Калмузыпат. Вот, очень кочевые, жесткие трючки, и альбом, как уже по итогу получается, будет очень большой, насыщенный. У меня в планах выпустить олдскульный релиз, так как я люблю очень сильно олдскульную музыку, я на ней рос и вообще понимаю все эти процессы. Думаю, от 2000-х, 90-х. Я думаю, что будет и что-то из 90-х, бумбэпчик, и будет что-то из начала 2000-х, русская рыбчина, прям такая. Юг, да, вот эти все дела. Да, 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 да. Вот, ну и в конце года планирую выпустить большой вот релиз от Симми, прям открытый, там треков тоже 20, вот. Ну, посмотрим еще, пока что не загадываем, но три альбома пока что у меня намечаются. На год. Артем, да. Крутые, большие планы. Да, вот, короче, готовим с Симми совместный релизик. Я думаю, что это где-то будет весной, весной в апреле, вот. Так что следите обязательно. Помимо этого еще вот мы давненько уже с Гриша не буду анонсировали релизик, вот. И очень долго работаем над ним, вот. У нас просто настолько много треков скопилось, что старые уже, возможно, да, будут куда-то отметаться. Да, совместных именно, прям вот, я не знаю, как будто на альбома два уже хватит. Короче, вот с Come of the Pot, с Лехой, с Гришаней, также обязательно мой личный альбом, мелодичный, концептуальный. Он будет где-то в конце весны, ближе к началу лета, вот. И всеми любимая и ожидаемая заправка кит, моя эпишка, там, где у меня вся грязь, так сказать, собрана. Короче, где-то в районе четырех релизов я готовлю, вот. В этом году обязательно все везде там все подписочки, чтобы ничего не пропустить. Вот, так что год будет очень продуктивный. это и на музыку, и на концерты, и вообще на все-все-все. Много разных приколясов, конкурсы, интервьюхи, все. Поэтому обязательно следите. Melon Music – это реальные, реальные дыни, и рынок будет, рынок дынями будет заполнен конкретно. Не торгуйтесь, мы не продажем. Такими торпедами большими. Да, да, торпеды. Да, кстати, короче, еще темка такая по поводу тура, который как раз перенесли. Ребятки, скоро у нас тур, обязательно берите билетик себе. Если вы не слушаете, берите билетик другу. Я уверен, что друг у вас слушает. Если вы вообще все, никто не аля, не аля, аля, алюга, не гусей. Вообще, что происходит? Короче, ребят, тур в твоем городе, обязательно смотри, и приходи, будем тебе отбивать пятачок, будем орать, визжать и танцевать лезединку. Я тогда тоже буду. Да, 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 он будет подключаться к нам. Гаинь! Ок, давайте перейдем к блицу. У нас тут интересный блиц, он быстренький. Я задаю там, типа, то или то, вы выбираете. Погнали. Nike или Adidas? Nike. Converse или Wands? Converse, наверное. Ну, из-за того, что у меня были Wands, наверное, Wands скажут. Wands, окей. Первый Джордан или Данки? Данки. Данки, да. Вот оно, новое поколение. Наша ответила бы Джордан. Да, я хотел сначала. CP Company или Stone? Моя-то не думает, что такое CP Company. CP Company или Stone, типа, Stone. Я за второе тогда. Да, я за... Я, наверное, за CP Company. Если вы знаете, знаете. Компания. Какая-то CP-компания, что ли? О, Хароль, мрани. У меня было написано North Face или Alpha, и я прочитал Alpha Bank. North Face или Alpha Bank? Нет, North Face или Alpha Industries? Ну, наверное, Alpha Industries. Ну, не, я, наверное, за северную морду. Да. Как бы, как кажется. Такие уж хорошие друзья, я смотрю. С кином был, ходит в Альфа своих бомберов. Force или Superstar? Ну, понятно, что... Force по-любому. Да, да. Перепутал с Канадой Goose. Походу, все-таки. Реально, походу, все-таки North Face. Так, пойдемте тогда выберем вам пару шизов. Я у чуваки, мы, короче, на притоне. Сейчас мы будем закидывать тапки в себя, так сказать. Ты реально берешь тапки и выбрал себе тапки? Да, я выбрал себе тапочки. Я вот, мы такие пацаны, так сказать, дружелюбные соседи, домашние пацаны. И обязательно, для того, чтобы было уютно, ножичка дышала, я вот решил себе такую пулечку взять. По нему можно все, что угодно. И позвонить, и захавать, и можно, я не знаю, вообще, можно и хранить там. Алло, брат, алло. О! Алло, алло. Алло. О, здорово, братан. Здорово, ты где? Ты что, говорят, тапки взял, что ли? Да, да, братан, не поверишь себе вообще. Базар, базар, я Жорики вот. Хорош, хорош. Какого Жорика-то, Ватанова? Так, а ты, как я понял, себе не изменяешь. Да, я решил свою любовь к Джорданам все-таки подтвердить. Но ты, я смотрел тоже на тапки. И тапки я сегодня тоже заберу. Но в подарок я убираю данную модель Джорданов. Air Jordan 5 Retro. Для того, чтобы прыгать повыше. Да, да, да. А то что-то не получится. Ча отсюда прыганайте. Ча отсюда прыганайте. Ча отсюда прыганайте. Ча отсюда прыганайте. Все, тогда отличные пары. Я вас поздравляю, хороший выбор. От души. Да, еще лучше. От души. Спасибо. Мияги нам это, подкинула. Сейчас подойдет. Все, да-да-да, сейчас пиздну. И мы пойдем мажем по коленчику. Погнали. У нас по традиции существует конкурс, где мы разыгрываем разные крутые всякие штуки от наших гостей. У ребят собрался вопрос, да? И в общем, ребят, вы должны угадать. Короче, вы должны написать в комментариях, как я понимаю, короче, нужно написать, как бы вы думали, назывался наш новый совместный трек с Симми. Напишите в комментариях. Мы уже знаем, как было. Мы уже заранее все прекрасно понимаем. И если ответ на этот вопрос будет правильным, вы получите в подарок худачок-токсик. Будете в токсичности плавать, так сказать. Вот. И что еще? И в лоб, и в лоб, и в лоб она от пинка, так сказать. Я думаю, можно сделать с автографами, наверное, всю историю, чтобы было бы еще покруче. Да, конечно. Я думаю, мы там упакуем красиво все это. Да, да, да. Все, парни, вам огромное спасибо, что пришли. Респектуле вообще. А с вами был Магия, видео блог магазина Сникер Хэр. Не забывайте подписываться на ваш канал. Это не Ягин, можно сфоткаться. Да, кстати, пацаны, они часто подходят к этому вопросу. А вы не забывайте подписываться на наш канал, жать колокольчик, ставить лайки, оставлять свои комментарии. Мир.